Северский район, северо-какасский, российский район. Хлебопашество у казаков не получило особого развития. В первые 50 лет после заселения станицы земля оставалась плодородна. Сеяли пшеницу, овес, сленка, наплю, рожь, подсолнечник. Но со временем без должного ухода, без удобрения урожая хлебов очень сильно упали. В стремлении же улучшить свое благосостояние у казаков не было, а потому сели по привычке, но уже только хлеб. Но цена хлеба была невысока из-за сорной растительности, из-за того, что не хотели казаки вводить новые технологии в очистку зерна, хлеб родился плохого качества. Скотоводство – самое важное и необходимое занятие казака. Северцы пришли из Никольска на быках крупной южноукраинской породы. Но со временем быки уступают место лошадям, они более быстрые и не требуют столько корма. Разводят в станице овец, коз, птицу. Но за скотом нет должного внимания и ухода, а потому со временем скотина и птица мельчают, дают очень мало молока яиц. Зато в станице выращивают много свиней, их количество увеличивается с каждым годом. Из-за известной любви к салу каждый казак считает своим долгом откормить и зарезать кабанчика к Рождеству или к Пасхе. Каждая казачья хата обязательно окружена несколькими фруктовыми деревьями. Любовь к деревьям северцы принесли из Украины. Но садоводства как такового не было, никаких мер по улучшению не принимается. Всевозможные вредители уничтожают урожай, а борьбу с ними казаки считают невыгодной и пустой затеей. Впрочем, для жителей беда как и не урожай, так и его изобилие, излишки некуда сбыть. Виноградарство находится почти в таком же состоянии, что и садоводство. Виноград часто портится обильными дождями и начинает загнивать еще зеленым. Но все же дает большие заработки, чем садоводство. Оно идет на вино, хоть и достаточно незавидного качества. Первая паровая мельница в Северской появилась только через 20 лет после основания станицы. До этого мололи муку в станицах Елизаветинской, Маринской, Хомской. Имевшиеся уже в станице водяные мельницы использовались только зимой и весной. При отсутствии ветра не могли станичники использовать и ветряную мельницу. В станице полным ходом шло производство черепицы, плитки, кирпича. Просветало и гончарное дело, из-за того, что глина в северской легкоплавкой, вполне пригодная для выделки изделий. В 1912 году в станице возник громадный маслобойный завод Дицмана. Масло и макуху отправляли внутрь России и за границу. Можно сказать, что заводское дело в станице шло впереди ее развития, обеспечивая потребность не только местного населения. Два раза в год, 29 июня и 26 октября, в станице работали ярмарки. На них казаки могли себе купить все необходимое для хозяйства и продать ненужное. Так и жили северские казаки первые 50 лет. Служили государю, родились, скрестились и умирали. Пахали землю, садили хлеба, растили детей, открывали школы. Спасались от наводнений, выстраивали хаты после пожаров. За большим благосостоянием не гнались, да и не было времени простому казаку подумать о богатстве. Служили государю, храня границы империи российской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова